Постановка на сцене отличается от того, что привык видеть русский зритель. Веселый Буратино, распевающий песни – это совершенно другая история. Классическая итальянская сказка куда мрачнее. Я исходила из того, что Пиноккио – это игрушка, и, соответственно, исходила из финала. И так, да, мальчик просыпается, то есть игрушка становится мальчиком, ребенка. А то, что ребенок просыпается, и просто его игрушка перестала выполнять свою функцию. Луиза Гуара подошла к постановке с психологической точки зрения, как психоаналитик, говорит она. Пиноккио – это объект, на который переносится реальность. Он всегда играет в смерть. Но все эти смерти обратимы. Например, убивают сверчка, а фея сразу говорит, что она умерла. Через игру мы можем эмоционально прожить реальность, осознать реальность. А смерть – это самый экстремальный опыт объективной реальности. Вероятно, по этой причине постановка и стала номинантом престижной профессиональной награды «Золотая маска-2021». Критики и режиссеры выбирали номинантов по всей стране. Из сотен спектаклей выбрали меньше 50. В номинации «Драма», например, 20. Среди них и постановка Луиза Гуара «Пиноккио. Переплыть море». А объявление победителей состоится на днях. И режиссер говорит просто – волнуюсь. Награждение состоится 22 апреля. А пока рязанские зрители могут насладиться этим и другими спектаклями в Театре драмы. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания «Город».